Тревожная кнопка нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Марина Мороза. Здравствуйте. Сегодня в программе. Убить и вместе с трупом жить. Сценарий фильма ужасов по-молодичнински. Кому еще педофилы заходили? Здравствуйте. Срочно нужна милиция. За ребенком пришел мужчина. Поднялся наверх за ней. Разделываю. Ну, бегала. Лег. И охотники за головами. Когда понты на лихую десяточку, а срок на долгих шесть лет. На землю лег. На землю лег. Руки за спину. Руки за спину. Резонанс прошлой недели. Муж убил жену и, чтобы избежать наказания, разогнал машину до 180 и врезался в городскую Стеллу Столина. Но это уже финал истории. Наши корреспонденты узнали, что же произошло накануне трагедии. Жила семья под Столином. Небольшая деревня. Местные вспоминают, в тот день женщина возвращалась с работы. Но слишком уж задумчивой была. Странным было и то, что муж не вышел встречать. По телефону разговаривала и не поздоровалась. Она очень хорошо воспитанная по сравнению с ним. Она всегда здоровалась. Она напугана им была. И строго по расписанию домой. Шумные разборки во дворе этого дома явление частое. Вокруг привыкли. По этому очередному скандалу значения соседи не предадут. Тем более глава этой семьи свою жену от общения оградил в прямом смысле. Высоким забором. Она как рабыня у него была, я сказал. И все. И что вот она с кем станет поговорить, он мне приходит. И ее муштровал, как заэтнотизировал. Он натолкнул всех соседей. Причину очередного конфликта, ставшего последним для женщины, следовательно назовут позже. По факту же, мужчина схватит топор, несколько раз ударит ее по голове. Тело жены перетащит из кухни в ванную. Кровавые следы, как и орудие убийства, попытается скрыть. В ходе осмотра тела погибшей обнаружены множественные травмы головы. А на кухне обнаружены замытые следы крови и предполагаемое орудие убийства – топор. Бабушки с дедушкой – это родители мужчины. Сыны о страшном расскажет внук, мальчику 11. Пожилые супруги попытаются связаться с сыном, но ответят им врачи. Диагноз – сочетанная тяжелая политравма, черепно-мозговая травма, ушиб волоного мозга легкой степени, перелом костей лицевого черепа, костей носа, верхней челюсти, перелом тазовой кости, перелом позвонка, перелом обеих горений, пяточной кости и множественная резонарная рана лица. По одной из версий следствия, муж убил свою жену и в последующем попытался на своем автомобиле покончить жизнь самоубийством. Выжил в жуткой аварии. Несколько дней в реанимации, сейчас в травматологии. Осознает ли он, что именно совершил – вопрос открытый. Но местные говорят, в него тогда будто… Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 139 Уголовного кодекса «Убийство». Для дальнейшего расследования дело передано в Управление Следственного комитета по Брестской области. С 11-летним мальчиком по-прежнему работают специалисты. Тяжелейшая психологическая травма. Расследование уголовного дела продолжается. Несколько дней жил с телом убитой сожительницы. И не потому, что любовь не отпускала. Совершив преступление, мужчина просто ушел в запой. Все это случилось подмолодечно. Маленькая деревня Малашки. Местных по пальцам пересчитать. В основном наездами дачники. Тревогу забьют соседи. Мол, не видать несколько дней с женщиной. Не случилось ли что? Узнав правду, ужаснутся. 20 лет вместе. И такой финал. А они ругались в общем? Да. Она официально женой его была? Нет. А что они поженились? 20 лет вместе? Я не знаю. Это их проблемы. Мои. Очередная ссора сожителей начнется, как обычно, со стакана. Женщина ударит мужчину по ноге. Не то чтобы больно, но возмущение вдруг перерастет в пьяную ярость. И он схватится за нож, которым... Нанес не менее шести ударов женщине. От полученных телесных повреждений она скончалась. Любовь умерла. На этом можно было бы поставить точку. Но он продолжит жить обычной жизнью, привычно заливая в себя алкоголь. Спустя несколько дней в гости к мужчине зайдет товарищ. Были по 50 грамм, водки. Я на комнату смотрел, Ирина лежит. Ну, спит, спит. Она лежала полностью, накрыла одеялом. Но он себя вел, как обычно, как будто бы ничего не случилось. Внешне нипочем невозможно было определить, что у них трагедия. Только можно было, может быть, заподозрить. Тишина мертвая. Потому что никого особо не видно было на улице. Хотя Витя выходил на улицу. Когда вокруг поймут, слишком уж подозрительно долго спит. Соседка вызовут милицию. Он вышел на улицу. Завья, ножом я... В отношении 60-летнего жителя деревни Малашки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139. Это убийство Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Убивает не физически, морально. Три педофила задержаны на неделе в столице. Ужас в том, что одна девочка была изнасилована у себя дома. Мама спала через стенку. Над второй девочкой издевался сосед, пока ее родители в нескольких метрах сидели за столом. А третья девочка сама пустила в квартиру извращенца. Они знают, что их найдут и накажут. Но даже страх оказаться в тюрьме, не в самом для педофилов завидном положении, все равно не останавливает их. К сожалению, не единожды в нашей программе мы рассказывали о тех, кто ломает и детство, и судьбы. И каждый раз у зрителей один вопрос. Почему не показывают их лица? Потому что растерзают за детей. Здравствуйте, срочно нужна милиция. За ребенком пришел мужчина. Зашел в квартиру. Мужчина неизвестный. Ребенок сказал, он ишел из магазина за ней. Ребенку 9,5, почти 10. У него был канцелярский нож, он ей угрожал. Он зашел за ней в квартиру, она не смогла с ним справиться. Сказал снять трусы, дальше она ничего не сказала. Зато педофил не стеснялся в подробностях. Я заделся за то, чтобы приставал к маленькой девочке. Пошел за ней, поднялся я наверх за ней. Раздел я там, ну, доголад. Лег, ну, начал ее вот это делать. Оперативники в сфере нравов и уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз МВД» по горячим следам задержали 23-летнего подозреваемого жителя Червинского района. Задержанный заприметил девочку в автобусе. Проследив за школьницей, фигурант зашел за ней в подъезд и поднялся на этаж, где попросил пустить его в квартиру в уборную. Проникнув в жилище, мужчина достал нож и под угрозой его применения совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. Рабочий в одной из столичных организаций к уголовной ответственности не привлекался. Оперативники проверяют его причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено и по этому факту, и по еще двум. С разницей в три дня в милицию обратились отцы жертв. Пили с ее мамой, она со школы пришла. Дальше я начал ее трогать повсюду. Этот 34-летний минчанин пил с соседкой. Дождавшись, пока женщина уснула, совершил насилие в отношении ее 7-летней дочери. Девочка рассказала обо всем отцу, когда тот вернулся с работы. Семья еще одной потерпевшей пришла в гости к соседям. Улучив момент, 43-летний хозяин квартиры уединился с 5-летней малышкой. Увидел, что ее ноги грязные, я начал вытирать, увидел гениталии, вытер гениталии и сфотографировал. Узнав, что ребенок обо всем рассказал родителям, подозреваемый закрылся в комнате. Однако он не успел избавиться от фотографий и других улик, так как был оперативно задержан. В телефоне фигурант-оперативники в сфере нравов обнаружили снимки интимного характера и детскую порнографию. Хранил порнографию для обычной детской порнографии. Уважаемые родители, проговорите со своими детьми правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, заходить с ними в лифт и подъезд, а также пускать их в квартиру под любыми предлогами. Также нельзя садиться к незнакомцам в автомобиль, принимать от них подарки. Ребенок должен знать, что говорить и как поступать в таких ситуациях. Взрывная ревность могла стать причиной еще одной трагедии. Бобруйчанин не выдержал конкуренции с бывшим мужем своей возлюбленной. Женщина вернулась в лоно семьи, осознав, что с новым мужчиной они слегка не сошлись характерами. Новый мужчина к статусу экс оказался не готов и пошел на крайние меры. Хозяин дома услышит подозрительный шум на улице, выбежит в котельную и увидит возле горящего котла газовый баллон с открытым вентилем. Мужчина сразу же перекроет газ и вынесет баллон из помещения. Спасатели ликвидируют возгорание. Следом за дело возьмется следственно-оперативная группа, потому что хозяева к поджогу не причастны. Соседская камера видеонаблюдения прольет свет на эту загадочную историю. Женщина по приметам опознает бывшего сожителя, от которого ушла к бывшему же мужу. К случившемуся причастен 60-летний житель районного центра. Еще недавно он сожительствовал с бывшей супругой хозяина жилища. Однако пара разошлась, а женщина вернулась к бывшему супругу. Обиженный экс-возлюбленный практически преследовал женщину и следил за ней. Чтобы, цитата, всего лишь посмотреть на женщину своей мечты, он перелезет через забор. Однако, увидев воссоединившихся супругов, в нем взыграют ревность и обида. И он решит сжечь их дом. Действия 60-летнего мужчины квалифицированы как покушение на умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Тревожная кнопка снова в эфире ОНТ. И вторую часть программы начнем с горячего сезона, к которому каждый год готовится госавтоинспекция. Если с водителями все стабильно и понятно, то вот к поклонникам СПМ, средств персональной мобильности, есть вопросы. Кому, например, правило нужно выучить на зубок? Где в столице на самокатах нельзя носиться? И что за чат-бот появился у ГАИ? Сергей Бабич, начальник столичной госавтоинспекции, детально разъяснит. В параллельной студии тревожной кнопки наш спецкор Валерия Балобина. Валерия, вам слово. Спасибо, Марина. Сергей Васильевич, добрый день. Добрый день. Итак, сезон еще даже не успел начаться. Пенсионер на Мерседесе сбил двух школьниц. Обе девочки ехали на электросамокате вдвоем. Давайте разбираться, чья вина. К сожалению, данное событие имело место быть на пересечении проспекта Победителей с проспектом Марширова. Вина водителя Мерседеса. Однако, в действиях девочек тоже есть нарушение права дорожного движения. В частности, они не имели права передвигаться вдвоем. И, как вы видите из видео, перемещались через пешеходный переход со скоростью, превышающей скорость идущего шагом пешехода. Как раз сейчас по всей стране проходит единый день безопасности дорожного движения. Насколько необходимы такие профилактические мероприятия и как часто они проходят? Госавтоинспекция на постоянной основе проводит профилактические акции. И зависят они от того, как складывается дорожная обстановка, прогнозируемые проблемы и вопросы, зависящие и от изменения интенсивности дорожного движения, зависящие и от сезонности. К сведению, в настоящее время проводится единый день безопасности дорожного движения под девизом «Движение по правилам основа безопасности», которое направлено на профилактику правонарушений со стороны пешеходов, используя средства персональной мобильности. Давайте напомним зрителям тревожной кнопки, что такое средство персональной мобильности. Звучит сложно, но на деле это… Устройство, которое приводится в движение двигателем и предназначено как для индивидуального, так и совместного использования пешеходами, если это предусмотрено конструкцией данного средства персональной мобильности. К этой категории относятся гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и прочая техника. Ну и здесь у нас есть четкие правила, в первую очередь, чтобы исключить лишние травмы. Необходимость передвигаться исключительно по велодорожкам при их наличии, а в случае их отсутствия по пешеходным дорожкам, по тротуарам, либо обочине. Всегда быть внимательным и создавать препятствия для движения пешеходов. Ну и основное правило, наверное, при использовании как велосипеда, так и средства персональной мобильности – это пересечение проезжей части со скоростью идущего шагом пешехода. Это запрет на управление данным средством персональной мобильности в состоянии опьянения. Это перевозка пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией данного средства персональной мобильности. Ну и также напоминаю, что необходимо в темное время суток использовать фонарь, либо светоотражающие элементы. А можно назвать превышение скорости основной проблемой, основной причиной таких ДТП с участием водителей и средств персональной мобильности? Самым важным является правильный выбор скорости. Не должна она создавать дискомфорты для иных участников дорожного движения и обеспечивать непосредственно безопасность соолжу пользователей средств персональной мобильности. Давайте еще раз обозначим скоростные пределы для водителей и средств персональной мобильности. На территории города Минска существуют зоны определенные, где данная скорость по соглашению с шеринговыми компаниями программно ограничена в пределах первого городского кольца 15 километрами в час, в пределах второго городского кольца 20 километрами в час и далее на остальной территории города Минска 25 километрами в час. Но хотелось бы опять же напомнить, что необходимо выбирать ту скорость, которая позволит чувствовать себя безопасно на дороге. Какая была самая максимально зафиксированная скорость при передвижении на электросамокате? Ну, из практики был случай, когда пользователь средств персональной мобильности на самокате развил скорость в 70 километров в час. Это было на улице Орловской и попал на датчик контроля скорости. В настоящее время очень активно развита система мониторинга общественной безопасности, которая позволяет правоохранителям новым выявить правонарушителя и привлечь его к установленной законной ответственности. Мы знаем, что у ГАИ современные технологии в помощь. Буквально на днях заработал чат-бот. Для чего и для кого он нужен? С использованием этого чата каждый гражданин, каждый представитель организации может предоставить сведения о месте положения, о той проблеме, которая связана с эксплуатацией средств персональной мобильности. По-простому, если он стоит в ненадлежащем месте, если он лежит где-то бесхозно, дать эту информацию для того, чтобы обслуживающие организации оперативно могли среагировать и устранить существующую проблему. В преддверии больших школьных каникул напомнить. Детям до 14 лет запрещено пользоваться средствами персональной мобильности и передвигаться на них без сопровождения взрослых, за исключением жилой и дворовой территории. В то же время обратил бы внимание и родителей, что за допущенное правонарушение детьми до 14 лет в части эксплуатации средств персональной мобильности на них также может быть наложено административное взыскание за ненадлежащее воспитание. Например, сколько? Штрафом размером 10 базовых величин. Спасибо, Сергей Васильевич. Пожалуйста. Автодайджист с тревожной кнопки продолжит тему. Дорога – зона повышенной опасности не только для водителей и средств персональной мобильности. Абсолютно для каждого участника дорожного движения. Трагедия произойдет накануне в Пинском районе МАЗ. За рулем 40-летний водитель собьет инспектора ГАИ. Милиционер нес службу по надзору за дорожным движением. 35-летний сотрудник погиб на месте. Погибнет и пешеход в Витебском районе. Водитель Лады не успеет среагировать. Последним окажется выход на дорогу и для человека в заславле. Нерегулируемый пешеходный переход и резко удар об капот Ситроена. Мужчина скончался на месте аварии. Если вы стали очевидцем этого ДТП, сообщите по номеру, который видите на экранах. Аварийный коллапс случится на неделе в Минском районе. Водитель на Ладе потеряет управление, протаранит ограждение, улетит в КВИ, от машины перевернется. А дальше, как в боулинге, резко затормозит с потерей управления Форд. За ним Пежо. Последнюю отбросит в Джили. Женщину водителя которой и увезут в больницу. Столица. Опель при повороте налево не пропустит встречную Киа. От удара машину выбросит с дороги прямиком в стол. Эффектно припаркуется в бетонный забор. И еще одна столичная автоледи виной всему невнимательность. К счастью, без жертв. А в Кобрине грузовик наедет в прямом смысле на встречный Вольксваген. Вот это да. Снова столица. В милицию обратится водитель. Угнали машину. Сыщики уголовного розыска по горячим следам задержали 25-летнего минчанина, угнавшего машину заявителя. Накануне молодой человек выпивал с владельцем авто. Под шумок забрал ключи от машины и отправился на ней за братом покататься по ночному городу. А после отправился в загородный дом. Во время поездки минчанин не справился с управлением и совершил ДТП. Машину оставили на дороге. Нет. Убрали. Куда убрали? За двор. Автомобиль передан владельцу. Известно, что фигурант нигде не работает. Ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. Покататься за рулем чужого автомобиля решит и вот этот мужчина в Сморгоне. Женщина пригонит ему свою БМВ отремонтировать ручник. Мастер решит не упускать возможность впечатлить подругу. Ей припаркуется у него во дворе. Пропустив пару бокалов, пара поедет сначала покорять сморгонские дороги, и после удирать от инспекторов ГАИ. Водитель БМВ останален. Пьяный тариф. В Минске задержат и водителя такси под градусом. Думал, что уже трезвый. Только уехал, у меня остановились сотрудники ГАИ. Ну, заподозрившись, что я не трезвый. И водителя на «Опеле». И вот этого водителя на «Форде». Получив законные штрафы и лишение прав, теперь уже пешеходы озвучили свои личные рекомендации. Дату в алкотестер нужно было превышено. Выпив полтора литра пива, решил перепарковать свой автомобиль. Другим водителям не рекомендую садиться за руль, не трезвый. И красивую профессиональную дату. 33 года со дня основания. На неделе отметила одно из самых стремительных и мощных управлений Министерства внутренних дел. Жесткий контроль, креативный подход и мгновенная реакция на угрозы. Все это про главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Прошлый год раскрыто больше двух тысяч преступлений, предотвращенные теракты, деловая и системная коррупция, преступления, совершенные орггруппами и криминальными авторитетами. И вот еще одно громкое дело. 19 фигурантов. Охотничий азарт, которым сослужил медвежью услугу. Боевой охотничий клан. Примерно так представляли себя 19 товарищей, которых на протяжении последних нескольких лет объединял один интерес. Браконьерство. Нет, они, конечно же, оформляли лицензии на добычу диких животных. Только в документах, например, значилась одна косуля, а закрывали ее тремя или четырьмя. С каждой такой вылазкой рос и охотничий азарт, и аппетиты. Да, для охоты они арендовали даже вертолет. Нет, не красотами Витебского региона с высоты птичьего полета любоваться. Искали медведя. Бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Охота на Косолапова под строжайшим запретом. Но понты окажутся дороже и денег, и свободы. Так же методично, как они выслеживали хозяина леса, выследят браконьеров-оперативники ГУБОПИК. Каждого из них. Поднимут и весь коллективный арсенал. И официально охотничий, и незарегистрированный. Огнестрельный. За спину руки тебе говорю. На землю, Лёг. На землю, Лёг. Выходим, ложим шанатом. Руки на леду. На пол, Лёг. Выползай на меня, на меня ползи. По месту жительства фигурантов изъято вещественные доказательства. Огнестрельное, в том числе охотничье оружие, боеприпасы, специальные приспособления и автотранспорт, используемые в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту с использованием воздушного транспортного средства, повлекшего причинение ущерба в особо крупном размере. В отношении фигурантов проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, проверяется их причастность к совершению иных преступлений. Сумма ущерба – 88 тысяч рублей. Браконьерам грозит до шести лет тюрьмы. Аналогичный срок грозит и браконьеру в Пинском районе. Тут, конечно, размахом и не пахнет, зато трусостью и побегом сколько угодно. Милиционеры обратят внимание на подозрительную машину, выезжал из охотничьих угодий. Водитель, увидев маячки, притопит, но вот незадача – колеса увязнут в грязи. Мужчина не растеряется, бросит автомобиль и на пяту. Догонит его во дворе собственного дома, выдаст как на духу. Застрелил косулю, загрузил в багажник, вез разделывать. Разрешения на охоту, естественно, не было. Да и охотиться на косуль сейчас запрещено. Ущерб оценен почти на 15 тысяч рублей. Это особо крупный размер. Это значит, и дело уголовное возбуждено. На сегодня все. Спокойных и нетревожных вам выходных. Будьте бдительны и берегите себя.